МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Немножечко уйдет вода, а вот такое вот постоянно стоит. И вот мы начинаем, значит, чтобы пройти туда, городушки строим, значит, помосты делаем, чтобы пройти в подвалы, помосты делаем, вон там доски до сих пор все это плавают. Вода то в пару сантиметров, то сразу по колено, в подвале дома на Кузнечной явление привычное. Его жильцы наблюдают вот уже полтора года подряд. Не единожды за этот срок вода из вечно подтекающих труб перемежалась с содержимым канализации, как считают обитатели дома, городской. Причину хронических внутридомовых порывов здесь усматривают в том, что трубы просто не выдерживают напора грязи, что идет из внешних сетей. Управляющая контора, сколько бы мы туда не звонили, сколько бы мы не ходили, они говорят, это не наша проблема, звоните в водоканал. Звоним в водоканал, они говорят, у нас все хорошо, это не наша проблема. Вот такого отношения к людям, ну не помню, за всю свою жизнь я не помню вот такого отношения, чтобы наплевательски к народу относиться. Хоть и наплевательски, а захаживают в подвал сантехники регулярно. Трубы ремонтируют тоже, признает Анатолий Бабенко. Почему же внутреннее помещение дома в столь плачевном состоянии – вопрос. Переадресовать его мы решили работникам управляющей организации. У них, оказалось, есть своя версия появления болотной погоды в подвале пятиэтажки. Канализацию засоряют сами жильцы, бесконечно спускают в унитаз все подряд и пользуются ей неаккуратно, считает директор управляйки. В третьем подвале все нормально, в первом регулярно вот это происходит – пробиваем, пробиваем, пробиваем. И последний случай, который произошел в понедельник, встала наружная канализация, которую мы не обслуживаем. И внутри колодца частично обрушилась кирпичная кладка. В этот канал мы сообщили, они обещали принять меры по устранению этой проблемы. Городские коммунальщики давать какие-либо комментарии по поводу внутридомовых сетей отказались. Лишь заметили, что содержание всех коммуникаций жилого здания – обязанность управляющей организации по закону. Если жильцы считают, что фирма выполняет свои обязанности ненадлежащим образом, то могут пожаловаться на нее в жилинспекцию. Если в результате действий коммунальщиков в доме образовалась антисанитария, то и в Роспотребнадзор. Боюсь, что пока работники, управляйки и жильцы придут к какому-то общему знаменателю, подвал дома окончательно превратится в болото. Меж тем подпортить любое здание могут не только внутренние проблемы, но и внешние. На что собственникам следует обратить внимание, оглядывая свой дом снаружи, расскажу прямо сейчас. Белые разводы западной технологии. И даже адаптировали ее под амурский климат. Первое – это борьба с удалением кладочного раствора на облицовочном кирпиче. Второй этап – это удаление непосредственно самих высолов белых пятен. И третий этап – это защита кирпича от попадания влаги. Если здание кирпичное, на нем появилась соль, это первый признак того, что где-то попала вода. Как именно специалисты устраняют пятна и какие средства при этом используют, мы расскажем в следующей программе. Проблема высолов пока совершенно не интересует Тамару Чернякову. Нашу телезрительницу терзает вполне конкретный вопрос. Что делать, если старшая дома совершенно не прислушивается к остальным жильцам и даже не дает им результаты общих собраний? Спрашивали? Отвечаем. Ну, во-первых, в этом доме должен быть не только старший дом, но и совет дома, который, в принципе, имеет те же полномочия, что и старший дом. Поэтому, если у них только один старший дом, им надо собрать собрание общих собственников, выбрать совет дома и определить их полномочия. На сегодня все. Заходите на tv-город.ру и слушайте радио «Шансон Амур». Связаться с нами можно по номеру 773-445. Управляйка, выходящая при поддержке компании «Амурский жилищный стандарт Благовещенск» подошла к концу. До свидания и коммунальных вам благ!